Здравствуйте, меня зовут Севасян Адынский и сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим условия возникновения существования электрического тока, то есть разберем что необходимо для существования электрического тока, также рассмотрим куда направлен ток и в чем измеряется, а также рассмотрим каким образом протекает электрический ток в проводниках. Мы с вами уже знаем, что электрический ток это упорядоченное движение заряженных частиц, то есть внутри проводника протекают заряженные частицы. Что необходимо для того, чтобы протекал электрический заряд? Необходимо, чтобы внутри проводника были свободные носители заряда. Вот здесь вот как раз таки на рисунке мы видим то, что есть атомы и есть отделенные от них электроны, которые являются как раз таки свободными электронами, то есть они распределены по всему проводнику. Вещества, в которых отсутствуют свободные носители заряда, то есть электроны называют диэлектриками, они соответственно не будут проводить электрический ток. Но мы с вами сегодня будем рассматривать проводники, те вещества, которые проводят электрический ток. Если мы будем рассматривать проводники, то чаще всего в качестве проводников используются металлы, то есть по металлам проходит электрический ток. Если мы рассмотрим в разрезе тот или иной провод, который сделан из металла, то мы видим, что есть свободные электроны, как раз таки, которые в результате появления электрического тока начинают движение. Это как раз таки будет примером электрического тока. Каким образом вообще происходит электрический ток в проводнике? Вот здесь мы видим как раз таки распределение свободных электронов в веществе проводники, который может проводить электрический ток. Они не имеют своего определенного направления, то есть они в хаотичном порядке двигаются. Но если создать определенные условия в этом проводнике, то эти свободные электроны начинают двигаться упорядоченно в определенном направлении. Это произойдет, если мы данный проводник подключим к источнику тока. И данные частицы приблизительно будут двигаться со скоростью близкой к скорости света, то есть 300 тысяч километров в секунду. Частицы, они не будут постоянно ускоряться в результате этого движения, потому что они будут встречать на своем пути преграды, то есть сопротивление определенное в виде как раз таки статичных атомов. Есть свободные электроны, которые как раз таки двигаются, а есть статичные атомы. И вот как раз таки из-за этого возникает сопротивление. Если мы рассматриваем, куда же будет направлен электрический ток. Если электрический ток обусловлен упорядоченным движением отрицательно заряженных частиц. То есть вот у нас двигаются отрицательно заряженные частицы. То электрический ток будет направлен в противоположную сторону. То есть электрический ток возможен не только в проводниках, то есть в металлах, но еще и в электролитах. В качестве электролита выступают растворы и расплавы многих солей, а также кислот и щелочей. Что происходит в электролитах? Тут уже не свободные электроны, а будут двигаться ионы. Ионы в электролитах, так же как и свободные электроны в металлах, способны перемещаться по всему объему вещества, но подключая определенную разность потенциалов, то есть вот здесь подключенные пластины, у нас начинает протекать электрический ток, упорядоченное движение заряженных частиц. Теперь, чем будет характеризоваться вот это вот упорядоченное движение заряженных частиц? Будет характеризоваться куда направлены эти частицы, то есть направлением, а также еще как быстро они перемещаются, то есть своей интенсивностью. За интенсивность движения этих заряженных частиц будет отвечать сила тока. Это физическая величина равная отношению количества зарядов, которые проходят по проводнику с поперечным сечением за какой-то промежуток времени. Вот здесь как раз таки формула, которая позволяет определить силу тока. Дельта Q это величина заряда, которая протекает через поперечное сечение, то есть через определенную рамку проводника. Дельта T это период, за который этот заряд протекает внутри этого проводника. Силу тока можно измерить с помощью амперметра. И силу тока измеряют в амперах. Эта единица измерения названа в честь Андре Ампера. Как раз таки он ввел такое понятие как электрический ток. Для того, чтобы электрический ток начал протекать внутри этого провода, необходимо создать определенные условия внутри этого проводника. Нужно создать силу, которая будет постоянно действовать на свободные носители заряда. Сила будет появляться в результате появления электрического поля внутри данного проводника. Как раз таки электрическое поле будет характеризоваться такой величиной как напряженность. Напряженность связана с зарядом и с силой. Также еще напряженность будет связана с такой величиной как напряжение. И как раз таки если мы создаем напряжение на концах проводника, то свободные электроны начинают протекать по данному проводнику. И у нас как раз таки образуется электрический ток. Частицы будут двигаться с какой-то скоростью. Будет образовываться поток частиц. И они соответственно двигаются со скоростью. И данную скорость можно назвать как скорость дрейфа данных частиц. Что это такое? Это скорость характеризующая упорядоченные движения носителей заряда. Здесь как раз таки есть рисунок в разрезе. То есть мы представляем провод. И заряды двигаются преодолевая какое-то расстояние по этому проводу. Но мы рассматриваем движение не одной частицы, а нескольких. То есть сколько находится на данной площади поперечного сечения. Силу тока можно связать и с этой величиной. То есть со скоростью. Для этого нам необходимо взять концентрацию распределения заряженных частиц. Величину заряда, который мы обозначаем Q. Также площадь поперечного сечения данного проводника. И скорость дрейфа. То есть с какой скоростью будет двигаться этот поток частиц. И перемножив все эти величины мы получим как раз таки силу тока. Которая в конечном итоге будет измеряться в амперах. Мы будем рассматривать с вами постоянный и непостоянный ток. Что такое постоянный ток? Это тот ток для поддержания постоянного электрического тока. В проводнике требуется наличие в нем неизменного электрического поля. То есть мы создаем неизменное электрическое поле. И эти молекулы начинают двигаться с постоянной скоростью. Не меняя своего направления и скорости. И здесь вот вы можете увидеть как раз таки пример постоянного тока. Частицы протекают с постоянной величиной. И это и будет являться постоянным током. Итак, давайте подытожим, что мы с вами сегодня изучили на данном уроке. Мы с вами рассмотрели условия, при котором будет возникать электрический ток. Также рассмотрели, куда этот электрический ток будет направлен. И в чем будет электрический ток измеряться. То есть рассмотрели такую физическую величину, как силу тока. А также рассмотрели, что такое свободный носитель заряда. И рассмотрели, каким образом протекает электрический ток в проводниках. и в электролитах. Всем спасибо, до встречи на следующем уроке.